И вот, друзья, смотрите, вот отдельная группа была фарисеев, которые были отделены. Вы знаете, они отделяли себя от других людей по своим каким-то, ну, таким маловажным акцентам. Иисус постоянно их высмеивал в этих вопросах, он разрешал ученикам кушать в субботу, исцелять в субботу. И вот фарисеи, они начали отделять себя от других, тем самым создали такую группировку самоправедных людей. И вы знаете, как следствие, они отделили себя и от Бога. И вот, вы знаете, Иисус, он был очень мастерским учителем, и он понимал, чтобы, знаете, вот, чтобы и ученики не создали какую-то свою группировку фарисеев самоправедных. Что он сделал? Он пытался их обучать. Но в это время они были заняты, им важно было покушать, мы их за это не осуждаем. Но, когда пастор Юрий говорил о том, что Бог нас всех складывает как бутовую кладку, я просто начал думать, готовиться. И я нашел в интернете одну очень интересную статью. Значит, эта статья, это письмо к Иисусу, составленное специалистами иорданской консалтинговой компании. Специалисты, которые тщательно проанализировали цель и структуру предприятия Иисуса Христа, а также на основе Нового Завета провели заочное психологическое тестирование 12 апостолов. Интересно вам услышать это письмо? Уважаемый Иисус, поздравляем вас с новым бизнесом. Мы очень рады, что вы, начиная новое дело, набрали те 12 человек, о которых мы узнали. Но, как нам кажется, вами был допущен ряд серьезных ошибок при наборе команды. Мы протестировали всех, кого вы набрали, и каждый получил оценку высоквалифицированного психолога. В результате мы пришли к выводу, что большинство членов коллектива не подходят для начатого вами дела, так как они не обладают достаточным образованием, опытом и знаниями. К примеру, Симон, называемый Петром, эмоционально неустойчив и склонен к эссерическим проявлениям. Андрей совершенно не обладает организаторскими способностями, Филипп боится трудностей, и всех только Иаков и Иоанн заботятся об успехе предприятия. Фома склонен к сомнениям, что негативно сказывается на атмосфере в коллективе. Вынужден также сообщить вам, что Левий и Матфей попал в черный список ассоциаций предпринимателей Иерусалима. «Яков, Алфеев и Фадей склонны к маникально-депрессивному состоянию. Мы пришли к выводу, что из всей команды только один человек отвечает большинству требований. Он, находчив, инициативен, коммуникабелен, ответственен, целеустремлен, имеет нужные связи в высших кургах. Именно его мы хотим бы рекомендовать на должность вашего ближайшего помощника, чтобы начатое вами дело оказалось успешным». Это Иуда Искариот. Разве вы не рады, братья и сестры, что Бог выбирает людей не так, как люди? И вот церковь – это хорошая иллюстрация того, что это абсолютно другой институт, не похожий на другие компании, на другие структуры. Почему? Потому что в церкви сидят абсолютно разные люди. И если бы мы взяли бы самого лучшего менеджера по персоналу и попросили бы протестировать всю команду церкви «Двернебо», он был бы в шоке. Он бы сказал, «Эта работа не для меня, потому что я не могу вообще понять, как такие разные люди способны что-то делать вместе». Потому что без Духа Святого церковь – это лебедь, рак и щука. Я вообще удивляюсь, как можно год прожить в таком коллективе и еще что-то делать вместе. Почему? Потому что мы все разные. Мы все разного возраста, мы все разного воспитания, мы все разные, у нас у всех по-разному идет начисление финансов. Мы все разные, но только Дух Святой, который родил церковь, он видел картину в будущем прекрасной церкви «Дверь в небо» 2016 года, где рядом будет сидеть и студент, и бывший алкоголик. Все мы разные, у нас у всех свои причуды, но меня очень сильно воодушевляет то, что Иисус, Он подбирал. И поймите, когда Он пришел на эту землю, у Него не было, знаете, такая команда, 12 бойцов, которые готовы идти и служить. Их всех тянуло к своему поприщу, их всех тянуло к суете, их всех тянуло к хлебу. Они все были, вот как и мы с вами, мы с вами пытаемся совместить альтруизм и работу, мы пытаемся быть волонтерами и при этом зарабатывать деньги, и только Бог нам помогает в этом. В одной руке молоток, в другой руке меч, и мы строим, мы отбиваемся от врагов, мы разбираемся со своими страстями и похотями, и мы строим Царство Божье. Поэтому сегодня, друзья, я так рад, что я среди абсолютно разных людей. Вы знаете, Господу славу! Слава Иисусу Христу! Мы видим то, на что натренированы наши глаза. Вот на протяжении всей нашей жизни система этого мира тренировала нас видеть определенные вещи. Когда мы уходили, как бы, и пытались найти что-то свое в жизни, тут же находились люди, которые возвращали нас в систему и говорили, послушай, для того, чтобы сделать это и это, у тебя должны быть деньги. Денег у тебя нет, значит, что? Ответ очевиден. Ты этого делать не будешь. И тренировали наши глаза, наш взгляд, всю нашу сознательную жизнь. Мы слышим детей, которые говорят, что я могу делать и то, и то, и то, и то, и то. Но уже буквально через 15-16 лет уже этот мир приземлил и натренировал видеть неправильные вещи. И что происходит? Люди приходят в церковь, у них уже мозоль в этом месте, они видят только то, как их этот мир тренировал, а в церкви им говорят, что есть Бог. В церкви говорят, что если ты будешь верить, у тебя все получится. И знаете, что происходит? Кто-то огненно горит, год-два, как бы ничего не происходит. И знаете, что? И он опять возвращается к тем навыкам, которыми его обучали до прихода в церковь. А Бог хочет, чтобы мы всю нашу жизнь жили по вере. Жили по вере. И Библия – это не логическая книга, где все правильно расстановлено по местам. Библия – это книга веры, в которой нужно верить, уповать на Бога и полностью перетренировать свои глаза, видеть Божьими глазами, чтобы наши глаза были Божьими глазами, чтобы наши ноги были Божьими, чтобы наши руки были Его руками. Поэтому не отчаивайся, если ты больше сегодня полагаешься на логику. Не отчаивайся, если ты сегодня больше всего полагаешься на связи, на то, на что тебя тренировали все это время. Просто начни тренировать свой взгляд Божьими глазами. Аминь. И вы знаете, братья и сестры, даже себе нельзя доверять распознать распознание и поиск своих талантов. Даже себе нельзя доверять распознание и поиск своих талантов. Почему, вы спросите? Потому что мы сильно заняты своими недостатками. Нас этот мир натренировал и сфокусировал видеть свои недостатки. И только Бог мне вообще помогает в жизни увидеть какие-то свои сильные стороны. Потому что, знаете, я просто когда заканчивал школу, я уже понимал, что без Бога мне уже только идти на кормление голодных. Почему? Потому что тебе так много говорили, что у тебя нет способности к математике, у тебя нет способности еще к физике, к химии. Ты не знаешь ничего. И как бы знаешь, ты вот так заканчиваешь школу и думаешь, ну что? Я бычок подниму, горький дым затяну и поле. Понимаете? То есть этот мир, он нас тренировал к тому, что есть естественный отбор. Как в 300 спартанцев. И если ты не соответствуешь, если у тебя есть какой-то дефект, если у тебя есть какие-то особенности, ты уже не попадешь и ты все. Но разве мы не рады, что Бог выбирает нас по другим критериям? Аллилуйя! И вы знаете, так важно в своей жизни иметь кого-то, кто любит тебя и поможет тебе увидеть твои дары и таланты. Потому что мы так сильно заняты своими недостатками. Мы сфокусированы на том, что я шепелявлю. Оля говорит, ты когда говоришь, тебе постоянно рот сюда на Бог ходит. И я вот настолько иногда во время проповеди был сконцентрирован на этом, как у меня рот в какую сторону ходит. Что я просто терял основную мысль. И вы знаете, что происходило? Рот остался так, на таком же месте. Уже ничего не изменишь. Но я просто понял, что ну все, я посмотрел проповедь одного проповедника, у него еще больше рот на одну сторону. Я думаю, ну нормально, если у него такая же история. Человек не сдается, ему 35 лет, пастор большой церкви, мне только 25, 10 лет еще впереди. Ну смирятся люди, что я говорю на одну сторону. И вы знаете, нельзя доверять себе распознание и поиск своих даров и талантов. Нужно иметь в своей жизни кого-то, кто может сказать, не смотри на гигантов, но смотри на виноград, который там растет. Ты выбираешь. Помните, Максим Максимов, он говорил, есть мухи, которые питаются вот сплетнями и всеми вот этими, а есть пчелы. Поэтому не смотри на гигантов, смотри на виноград. Смотри, что Бог тебе обещал в твою жизнь. Начни тренировать свои духовные глаза на то, что Бог сказал о тебе. Не на том, что люди тебе говорят, не о том, что психолог тебе говорит, не о том, что все обстоятельства твоей жизни говорят. Смотри на Бога. Смотри и понимай, что Бог, он твою жизнь собирает по кусочкам. Может быть, сегодня это все лишь третий ряд, 27-й пазл в твоей жизни. Впереди еще, еще как минимум, там 900 с копейками. Продолжай это делать. Продолжай. Аминь. Воздайте Господу славу. Некоторые, некоторые не видят, кем они могут стать, потому что им не нравится то, кем они есть сейчас. Некоторые люди не видят, кем они могут стать, потому что им не нравится то, кем они есть сейчас. Потому что их фокус, он направлен на то, что им не нравится сегодня в своей жизни. Поэтому им сложно стремиться стать кем-то, потому что они не нравились себе. Я очень часто себе говорил, когда мне родители говорили, слушай, ну вот будешь там знать английский, поедешь, будешь способен разговаривать. И я думаю, да я не могу запомнить. Я помню, отец меня мучил этими словами. В каждом уроке было по 30 этих слов, а пастор Юрий, знаете, он такой мудрый. И я зазубрил от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до 30. А он мне задавал слова в разнобой. Я говорю, да что это за ерунда, я привык. Первое слово, там, a table, там еще что-то, a girl. И мне вот так проще. А он мне взял книжку, такой лег, главное на диван, и мне говорит, так, а ну-ка, 16-е слово, перевод. И я помню, Боже, а Бог собирал в мой мозг эти знания этого английского языка. И вы знаете, когда мне говорили, что будешь там общаться, поедешь там туда-то, туда-то, ты способен будешь там говорить свободно. Я смеялся, думаю, я не могу запомнить эти 4 слова. Постоянно путаю, постоянно мне нудно. Я помню, приходил этот преподаватель ко нам домой, я уже и так, уже и так, уже и так, уже не мог сидеть. Она, ну, почитай, ну это, я уже не мог. Но, знаете что, если сегодня тебе не нравится что-то в своей жизни, просто не останавливайся. Не останавливайся, верь, что ты можешь стать великим, и впереди у тебя великое будущее. И вы можете записать еще таких, как бы, 3 пункта. Первое, в тебе есть потенциал. В тебе есть потенциал. Иисус накормил 5 тысяч людей, потому что он увидел потенциал в обеде мальчика. Иисус увидел в обеде мальчика потенциал накормить 5 тысяч. Поймите, даже их не считали, женщин и детей не считали. То есть, ту категорию, которую люди вообще списали, и они их даже не считали, этого мальчика, он был ребенком. Бог там нашел потенциал накормить 5 тысяч людей. И, может быть, сегодня на твоей работе, в твоем окружении тебя уже списали. Как мне однажды говорили, ну, Коновалову только Бог поможет. Слава Богу! Это самое, наверное, лучшее мое пророчество в жизни, которое я только слышал. Что если мне Бог поможет, друзья, то я принимаю, мне не нужна там ваша помощь единоразовая. Мне только и Бог помогает. Так вот, друзья, о чем я хочу вам сказать. Что у нас есть потенциал. И Иисус накормил 5 тысяч, используя обед мальчика, которого даже не посчитали группа порядка на служение Иисуса Христа. Они считали только мужиков. Детей, да, подростки, пусть идут там дурачатся. А Бог взял потенциал этого мальчика и накормил 5 тысяч. Бог помазал царя Давида. И когда все его братья выстроились и ждали, они уже видели, как уже помазание течет. Это ж я уже, я ж, наверное, я буду пастором уже 20 лет в церкви. Наверное, я, Господь, лей, лей. А пророк говорит, нет, не тот. А где это? Все уже, а, да видишь еще Давид, и выводят этого пастушка. Говорит, вот он. И помазали его. Понимаете? Есть потенциал. Бог выбирает. Одно, когда я приезжаю в какую-то новую церковь, или где меня еще не знают. Первое, о чем я говорю, что я именно тот тип людей, которых выбирает Бог. Ничего не значащее, ничего не могущее, с дефектами, с осложнениями, еще с какими-то приколами. Но это тот тип людей, которые Бог выбирает для служения себе. Поэтому в тебе есть потенциал. Второе твое преимущество. Есть припасы. Мне очень сложно, говорю за себя, новым людям объяснить все Божьи благословения в моей жизни. Потому что Бог благословлял меня частями. У нас есть припасы. Понимаете, мы живем по вере. Все верующие люди. Конечно, у нас есть какие-то там пенсии какая-то, там зарплата. Ну, то, что как бы нам этот мир как бы дал для существования. Но все сверхъестественное от Бога в моей жизни. И мы должны понимать. Вот смотрите, помните, я говорил о том, что когда мы оглядываемся назад, нам намного легче понять вообще, что происходит с нашей жизнью. И вот когда сегодня, если ты верен Богу и ты долгое время в церкви с Богом, то ты можешь повернуться назад. И ты можешь увидеть, сколько Бог тебе дал всего. Дал семью, дал детей, дал машину, дал жилье. А раньше мы приезжали, кто-то на велосипедах в церковь. Но мы смотрим назад и мы видим, если мы остались верны, что Бог нам дал. Аминь. Поэтому, когда я там знакомлюсь с людьми, начинаю им проповедовать, они смотрят, у меня машина, телефон, то и то. Мне им сложно объяснить, чтобы Бог по частям не давал. Друзья, мне делали протез на трех континентах в мире. На трех континентах. Мне делали в Южной Африке, мне делали в Америке, мне делали в Украине. На трех континентах. Вот как, понимаете, люди неверующие, у них, они насмотрели Шерлока, они пытаются дедуктивным способом вообще прочитать твою жизнь. И у многих людей, у них вопрос, откуда у тебя доход? Вот как им объяснить, откуда у тебя доход? Ну вот как? Давай лучше поговорим о моих расходах. Бог мой доход. И Бог, Он благословляет по частям. То есть, понимаете, стиль благословения Бога, это частями. Это не сразу же ты в лотерею так, фух, выиграл. Это лотерея. Ничего общего с царством Божьим оно не имеет. Бог частями, частями. Ты пришел к Богу. Что, тебе надо подлечиться сначала? То есть надо, чтобы Бог тебя исцелил. Потому что, как бы, ну толку, если у тебя здоровья нет, тебе дать денег. Правильно? Подлечил тебя. Потом, да, что? Ну, Господи, хочется жену. Лето, весна, сестры. Ну, хорошо, дал ему жену. А что потом? А потом Бог хочет, чтобы ты ему служил. С женой в платье. Ну, не ты, а жена. Служил Богу. Служил Богу. И вы знаете, и как бы, и вот многие люди приходят, смотрят на пастора Юрия. Такой, знаете, уже такой солидный, такой успешный. Такие, год походили, из служения в служение. Знаете? Да не, я пойду к Казымову. Да не, я пойду к тюремку. Да не, в молодежку. Так, походили полгода, побродили. Ничего в их жизни не изменилось? Ничего, как бы, знаете, вот. И все такие, я думаю, да не, что-то тут не то. Какой-то другой доход у пастора Юрия. И такие пошли. Друзья, Бог благословляет частями. Частями. Он нашу жизнь. Понимаете? Чтобы мы всегда были зависимы от Него. Если Бог сразу все дал, мы бы сразу, зачем нам Бог? И последнее, третий пункт, если можно уже кто-то подыграйте. У тебя есть предназначение. То есть, Бог в момент зачатия вложил в тебя потенциал. И мы все созданы по образу и подобию Бога. Ты можешь, ты, наверное, спрашиваешь, а почему люди без Бога талантливы и успешно одарены? А потому что все сотворены по образу и подобию Бога. И Алексей Ледяев говорит, что совесть – это не что иное, как первоисточник природы Бога. Бога. Поэтому все от Бога. Все берет начало от Него. Поэтому перестань задавать эти вопросы. Поверь, что в тебе есть не хуже потенциала. Бог снаряжает тебя припасами. Ты думаешь, почему мне досталась эта там квартира, то и то. Потому что Бог, Он хочет тебя снарядить. У тебя, может быть, немного есть, как у этого мальчика. Но Бог через этого мальчика накормил пять тысяч. И последнее, у тебя есть предназначение. У тебя есть предназначение. Ты идешь к своему предназначению, и по пути ты создаешь семью. Ты идешь к своему предназначению, и по пути Бог тебе дает транспорт. По пути Бог тебе дает хлеб насущный. По пути Бог тебя на отдых свозит. Это все по пути, не живи для этого. Живи с ожиданием Бога, Дух Святой, скорое излияние от Духа Святого. Хочу иметь силу, хочу что-то делать для тебя, Господь. Что я могу сделать? И вот смотрите, у меня есть хорошая иллюстрация. Пожалуйста, покажите первую фотографию. Вот смотрите, да, это может быть момент первой твоей встречи с Богом. Ты вышел на покаяние, ты произнес, но за тебя помолились, вышли, объяснили тебе, что нужно ходить в церковь, что нужно читать Библию, что нужно жертвовать Богу, и будет все хорошо в твоей жизни. Но ты как бы смотришь на этот маленький фрагмент, и ты пытаешься в этом маленьком фрагменте распознать всю свою судьбу. Ты пытаешься как бы увидеть полноту благословения в маленьком фрагменте. И ты неправильно смотришь на эти вещи. Ты должен понимать, что это всего лишь фрагмент. Ну, Бог благословил меня, но это всего лишь тысяча гривен. Как я могу все это? Да поблагодари Бога за эту тысячу гривен. И пойми, что это всего лишь один пазл. Бог исцелил. Ну так, Бог исцелил, а у меня еще столько-то диагнозов осталось. Так Бог же исцелил. Идем дальше. И ты остаешься верен Богу. И Бог открывает для твоей жизни еще один. Пожалуйста. И ты уже видишь больше. Вау! Уже Бог дал детей. И уже Бог и детей исцелял, как и тебя. И уже в твоей жизни есть и то, и то, и то. И это новый пазл. И дальше Бог продолжает работать с тобой. Дальше. И ты смотришь. Вау! И уже меня люди уважают. Уже люди меня слушают. А Бог продолжает. И в итоге еще один пазл. И включите всю картину. И это вот вся твоя жизнь. Вот когда ты будешь уже на смертном одре, тогда Бог покажет тебе. И знаете, что происходит? Когда ты стоишь здесь, тебе сложно увидеть всю картину. Ты смотришь и ты видишь, вот, я не могу. Я вижу только вот эту вот часть. Ты видишь совсем немного. Но проходят годы, год. И ты можешь уже увидеть чуть-чуть больше. Проходит еще какое-то время. Вау! Оказывается, там горизонт. Не просто деревья, не просто речка. Там горизонт. И знаете, что однажды будет в нашей жизни? Мы однажды, если останемся Богу верными, мы посмотрим на нашу жизнь. И мы увидим, вау! Бог дал нам семью. Бог дал нам призвание. Бог снаряжал нас. Бог исцелял нас. И когда ты уже состаришься, тебе будет 120 лет, ты сядешь в Старбаксе, закажешь себе латте. И ты просто пролистаешь на Фейсбуке все моменты, что было год назад, два, три, пять. Заснешь, помолившись, тебя унесут, похоронят. И ты встречаешься с Господом Иисусом. Поэтому давайте мы помолимся и попросим, чтобы Дух Святой уместил все эти слова в наше сердце. и чтобы мы вышли с этого собрания не пустыми, но чтобы Бог наполнил нас. Дорогой Иисус, я прихожу к тебе в этой молитве о каждом мужчине, о каждой женщине. Господь, я прошу тебя, Дух Святой, Господь, веди нас и открой нам, что ты приходишь в нашу жизнь кусочками, частями. Ты благословляешь кусочками, Ты благословляешь частями, Господь. Ты не спешишь, Господь, и Ты не опаздываешь, Бог. Я прошу тебя о том, чтобы, Господь, эта картина была в жизни каждой семьи, в жизни каждого человека и в жизни нашей церкви, Господь. И если сегодня мы не видим полноты красоты, если сегодня мы не видим, Господь, это не говорит о том, что ничего не происходит. Бог собирает. Бог собирает нашу жизнь. первый ряд, второй, третий, четвертый и только когда мы смотрим назад, мы можем увидеть что ты всегда был верен 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 я здесь я никуда не делся не умер не ушел на покой я как и тысячи лет назад нахожусь среди вас я смотрю на этот мир переполненный злом на уставших от горя людей, кричащих, что Бога нет они отвернулись от меня закрыли глаза и говорят, что меня не видно включили в наушниках шум и спрашивают, почему меня не слышно а я стою и стучу в их двери каждый день, каждую минуту и в каждую ситуацию их жизни неустанно почему ты не хочешь впустить меня я здесь, я рядом я вижу твои страдания, слышу немой крик о помощи и ощущаю твою боль ты страдаешь, потому что так много грешишь ты поступаешь плохо даже тогда, когда совсем этого не хочешь ты ранен грехом гневом, злостью, раздражением, недоверием, малодушием, предательством поэтому я и пришел на землю чтобы дать тебе новую жизнь и новую надежду у твоих грехов была цена смерть и я заплатил ее за тебя я умер, чтобы ты не погиб я воскрес, чтобы ты жил я стою с распростертыми руками и буду ждать тебя до последнего твоего вдоха я живу я живу я живу Субтитры сделал DimaTorzok